Привет всем! Вы на канале СтепТоп. Лимонов Эдуард Вениаминович, русский поэт, писатель, публицист, до сих пор живет, творит и ведет борьбу свою. Много есть интервью, и он активный гражданин, интересная личность, очень закрученная судьба и насыщенная жизнь. На его месте не хотела бы очутиться, несмотря на его знаменитость и популярность в определенных кругах. Противоречивый и спорный его деятельность вызывает огромное количество вопросов. Я не поклонница, так как лишь в этом месяце впервые решила прочитать хоть что-то, написанное им. И, как ни странно, начала я свое знакомство с Лимоновым не со знаменитой книги «Это я, Эдичка», а с его сборника стихотворений под названием «Зовушка беременная». Название странное, это правда, и не менее странные стихотворения, своеобразные, и в конце ролика я одно его стихотворение зачитаю. Сам сборник включает в себя 120 стихотворений, что-то запало в память, что-то не запомнилось и не впечатлило, но это нормально. Я довольна сама собой из-за того, что наконец-то я хоть базовое представление имею о творчестве Лимонова, но обязательно продолжу читать его, и очень может быть, что вернусь к нему в самом ближайшем будущем. Но тогда опять сниму ролик и расскажу. «Знала, что он писатель, но не знала, что он поэт. А читали ли вы его, и что вы думаете о нем, не только как о писателе и поэте, но и как об общественном деятеле?» Его ведь многие люто ненавидят за его высказывание и за его странную точку зрения. Пару раз сидел в тюрьме. Надо поподробнее почитать и разузнать о нем. Ну и сравнительно недавно я посмотрела его интервью, которое он дал Юрию Дудю. Он очень резкий, я про Лимонова. Встретиться с Лимоновым мне было бы ужасно страшно, я его действительно боюсь. Нравится он вам или нет, поймете лишь после прочтения его произведений. Человек проявляется в творчестве, а не в интервью. Поэтому, даже посмотрев все интервью, взятые у него, понять, что он за человек, невозможно. Читайте сами и решайте о нем самостоятельно. А в заключении хочу зачитать одно стихотворение из сборника «Золушка беременная». Если понравится, то буду рада. Называется стихотворение «Из окна». Вот иди, толкай коляску и ребенка прижимай. Пахнет хлебом и колбаской этот мальчик-каравай. Пахнет прелым юным телом, сгустком клеток и белков. Волосишки нимбом белым, пальчики из рукавов. Жизнь процесс-то кулинарный, кушать будешь, какать вслед. Будет мальчик он бездарный, не дурак, но не поэт. Ни Иосиф бледный, бродский. Ну иди себе, толкай. Фаэтончик идиотский, детский фирменный трамвай. Многие столь бесполезны, удручающи пусты. Появляются из бездны, чтобы потом уйти в кусты. Ну что, увидимся завтра, как всегда. Читайте хорошие книги. Наслаждайтесь литературой. И пока! Пока!